Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Меня зовут Юрлов Дмитрий Олегович. Я являюсь аспирантом отделения химиотерапии и инновационных технологий в Институте онкологии имени Петрова. Тема нашего сегодняшнего доклада – это лекарственная терапия рака полового члена. Несмотря на достаточно большое количество гистологических вариантов, сегодня мы остановимся именно на плоскоклеточном варианте, в том числе и на папилломовирусосоциированных формах. Вирус папиллома человека. Ну, наибольшее количество исследований было проведено, конечно, в опухолях головы и шеи. Там все исследования доказали, что вирус папиллома человека позитивно влияет на общую выживаемость, также улучшает ответ на лучевой терапию и ассоциирован также с PD-1-экспрессией, что позволяет эффективно использовать иммунотерапию данных пациентов. В данной нозологической форме, конечно, исследований меньше, но вот по данным мета-анализа, представленном в журнале Lancet в 2019 году, было установлено, что данный вирус встречается с частотой от 30 до 50%. Было исследовано более 4 тысяч случаев, в том числе более 3,5 из них – это именно плоскоклеточные варианты, и чуть менее половины были представлены именно папилломовирус-позитивными случаями. При подгрупповом анализе было установлено, что преимущественным онкогенным подтипом является подтип 16 и составляет 68%. Подтип 6 составил менее 8% и подтип 18 – менее 6%. Наличие папилломовирусной инфекции ассоциировано с лучшим прогнозом. По данным статье, опубликованном в журнале Урологии в 2015 году, был проведен анализ 212 пациентов, среди которых 25% составляли папилломовирус-позитивные формы, и 5-летняя общая выживаемость составила 96% в группе именно папилломовирус-позитивных больных. Также был проведен подгрупповой анализ по грейду опухоли, стадии опухолевого процесса, лимфоваскулярной инвазии и возрасту пациента, и разница эта осталась статистически значимой. Сегодня мы также рассмотрим варианты лекарственной терапии. Это будет как основной вариант химиотерапии, которая зарегистрировала, показала успех во всех странах мира и включена во все рекомендации – это НССН, ЭСМА и в том числе российские рекомендации АОР. Также рассмотрим роль местной терапии, возможность применения таргетной терапии у данных больных и роль иммунотерапии. Начнем с местной терапии. По данным исследования в 2012 году исследовались топические формы 5-фтороцила и имиквимода для лечения карцинома именно ин-ситу. Имиквимод – это индуктор энтерферона альфа и фактора некроза опухоли, а также других цитокинов. Он активно применяется в лечении различных кандилом, некоторых форм базалиом, и вот нашел свое применение здесь. По данным этого исследования терапия 5-фтороцилом показала успех у 21 пациента в виде полного ответа. Частично регресс был зарегистрирован у 13 пациентов, имиквимод использовался в меньшем числе случаев. У двух пациентов из четырех имиквимод был именно в качестве второй линии терапии после неуспеха на топических формах 5-фтороцила. На первой картинке представлено карцинома ин-ситу с позитивным тестом с ацетиловой кислотой 5-процентной. Второе фото – это 14 дней после терапии 5-фтороцилом. Это открытые вот такие язвы, эрозии. Третий слайд – это, соответственно, уже завершенная терапия 5-фтороцилом с уже заживающими эрозиями. И финальный вариант на четвертом снимке уже с отрицательным тестом с ацетиловой кислотой. Неоадювантная химиотерапия. Во-первых, разберем, кому она показана. Это, в первую очередь, местно распространенная нерезиктабельная первичная опухоль. Это, как правило, опухоль с двухсторонним поражением паховых лимфатических узлов либо с наличием большого увеличенного лимфатического узла более 4 см или тазовая лимфоденопатия. Возможные режимы терапии. Еще в 2010 году журналом клинической онкологии было проведено исследование второй фазы по применению режима ТИП в неоадювантном режиме. Использовались препараты по клитоксел и фсамид и тисплатин. По данным этого исследования объективный ответ был зарегистрирован у 65% пациентов. В том числе у 10% пациентов был обнаружен полный патоморфологический ответ в лимфатических узлах. Также исследовался режим DPF. Это децитоксел, 5-туроцил, цисплатин. Выборка пациентов там была меньше. Объективный ответ был только у 44% пациентов. И только у одного полный патоморфологический ответ в лимфатических узлах. Также этот режим показал значительно высокую токсичность. Таким образом, режим ТИП был принят практически всеми странами мира в качестве основного стандарта для неоадювантной терапии, а режим DPF принят не был. Адювантная химиотерапия. Кому показан режим адювантной терапии? Это в первую очередь поражение тазовой группы лимфатических узлов, либо билатеральное поражение лимфатических узлов паховой группы, либо наличие более трех пораженных лимфатических узлов. Режимы терапии – это в первую очередь режим ТИП, может быть использован режим PF и рассмотрен вариант химиолучевой терапии в группе высокого риска, который относится, опять же, в высокий грейд, это грейд 3, низкодифференцированные опухоли, наличие лимфоваскулярной инвазии и поражение лимфатических узлов. Однако важно здесь понимать, что доказательной базы у адевантного режима терапии как такового нет. Все данные были экстраполированы с исследований именно по неоадевантному режиму, и таким образом мы в настоящее время до сих пор не знаем о эффективности вообще и целесообразности данного режима терапии. Лекарственная терапия местно распространенных и метастатических форм, вы, опять же, не удивитесь, увидев здесь режим тип, в качестве основного, по данным многих исследований, он доказал свою эффективность и используется в качестве первой линии лекарственной терапии. Однако, учитывая эпидемиологию данного заболевания и принимая во внимание тот факт, что с возрастом накапливается количество сопутствующей патологии, ухудшается общее состояние, не всегда мы можем использовать такой агрессивный токсичный режим у всех пациентов, поэтому в качестве альтернативы могут быть использованы режимы ПИФ, 5-2-роцилцисплатин, режимы по кальтоксил с карбоплатином или иринотекан с цисплатином. Роль таргетной терапии. Таргетная терапия изучалась в прямом исследовании в 2014 году, ретроспективном. Там пациенты получали таргетную терапию цитоксимаб как в монотерапии, так и в комбинации с химиотерапией. Всего было исследовано 24 пациента. Конечно, результаты не впечатляющие. Медиан общей выживаемости составила 207 дней, а время до прогрессирования 79 дней. Но, тем не менее, в качестве дополнительной опции для пациента это, конечно, может быть использовано. Также использование НТРК ингибиторов, это препараты ларотриктинип и энтриктинип, могут быть использованы только при наличии мутации в гене НТРК. Однако частота данной мутации, к сожалению, очень низкая. Роль иммунотерапии. Всем уже давно известно, что PD-1 ингибиторы показали свою эффективность у пациентов с микростелитной нестабильностью и с PD-Л-экспрессией. Однако прямых исследований крайне мало. Исследование, опубликованное в 2016 году по использованию пембролизумаба в метастатическом лечении ракополового члена после прогрессирования на стандартной линии лекарственной терапии, с 2016 года по настоящее время собрало всего 6 пациентов. И, к сожалению, до сих пор остается незавершенным, и никакие результаты оттуда нам, к сожалению, не получить. Также проводилось исследование второй фазы. Это терапия пембролизумабом в лечении распространенных редких опухолей. Включено было в исследование 3 пациента с заболеванием полового члена, и, к сожалению, результаты были неэффективны. Однако до сих пор публикуются клинические случаи, которые говорят о том, что PD-Л-ингибиторы могут быть использованы с большой эффективностью у пациентов с позитивной PD-Л-экспрессией. Микростритная нестабильность, к сожалению, практически не встречается у таких пациентов. Было проанализировано около 100 больных, и, к сожалению, ни у одного микростритной нестабильности не было обнаружено. Однако из последних новостей FDA зарегистрировала пембролизумаб в качестве показания для лечения пациентов с высокой мутационной нагрузкой. К сожалению, в России этот метод для определения tumor mutational burden достаточно дорогостоящий, однако в будущем вполне возможно, что мы можем его тоже использовать. Вот на данном слайде представлена частота мутаций при различных опухолях. К сожалению, здесь, конечно, заболеваний полового члена нет как такового, но экстраполируя данные на плоскоклячь на опухоли головы и шеи, можно предположить, что будет высокая, конечно, частота соматических мутаций, что является высоким потенциалом для экспрессии антигенов. И опять же, даёт возможность для применения иммунотерапии в качестве попытки лечения на второй линии, например. В качестве выводов хотелось бы сказать, что данная проблема очень взаимосвязана между собой, учитывая, что данная нозологическая форма очень редкая. Всего в России в 2018 году было зарегистрировано более 600 случаев, а в странах Европы и Америки более 2000 всего лишь. И большая часть этих случаев, конечно, приходится на локальные формы, и у врачей-химиотерапевтов, как таковой, клинический опыт очень мал. И поэтому клинических исследований, к сожалению, тоже проводится мало, и в связи с этим отсутствуют стандарты лечения. До сих пор нет стандартов, как таковых, на дюантную терапию, отсутствуют стандарты для терапии GFR-ингибиторами и иммунотерапией. Спасибо большое за внимание.